Валерий Курас Валерий Курас Валерий Курас Китайские штучки Или странный народ Эти китайцы Такова наша тема Здравствуйте, уважаемые друзья АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжается второй полуфинал для школьников Не москвичей Ваших полномочных посланцев Сегодня у нас третий огон В первом огоне победила Галина Безверхняя Поселок Пржевальская Смоленской области Во втором Роман Головин Арсеньев Приморский край Третью неделю будем играть В Древней Китаю Но тем не менее приз наш остается прежним российским Как вы помните Семь победителей финального состязания Гуманитарной Олимпиады Умники и умницы Прямо здесь, в студии На ваших глазах Еще будучи школьниками Станут студентами Московского государственного института Международных отношений Университетом ГИМО Одного из самых престижных Университетов России Наши сегодняшние судьи Председатель судейской коллегии Декан факультета международного бизнеса и делового администрирования Университета МГИМО Профессор Владимир Шитов Ему помогают Главный редактор интернет-проекта Умники Владимир Легойда И ответственный секретарь Ариапага Татьяна Смирнова Моя помощница, которая, на мой взгляд Великолепно исполняла китайский танец И тем самым ввела нас уже в мир Древнего Китая Зовут ее по-китайски Цзо И А по-русски Зоя Кайдановская Артистка театра эстрада Приглашаются Зулина Киосева Тверь в четвертьфинале была лидером Два ордена на трибунах И победа на красной дорожке Ботаник в прямом смысле этого слова То есть увлекается ботаникой и биологией Жизнь и борьба для нее Одно и то же Как для Карла Маркса Вадим Буянов, Новороссийск Выиграл на желтой дорожке Учится в экономическом лицее И наша зарубежная гостья Светлана Афонова Мариуполь, Украина В четвертьфинале проиграла на красной дорожке Но отыгралась в качестве теоретика То есть на трибунах Вот такие замечательные умники И за 15 минут мы им напомнили Конфуций говорил Благородный муж распространяет уважение на всех людей Но более всего уважает самого себя Вот я лично, уважаемый телезритель Не понимаю, что хотел сказать великий учитель Кун А вы? Что это такое? Но больше всего уважает самого себя Я считаю, что уважение самого себя Должно начинаться прежде всего в познании своего я Как говорил древнегреческий фиософ Сократ Познать самого себя И ты достигнешь всего Начиная с познания своего собственного я Человек понимает, насколько безгранична И насколько неподвластна чему-либо человеческая сущность Он понимает, что именно он является вершителем своих собственных поступков Именно он является кузнецом своей судьбы Именно поэтому, вероятнее всего, Конфуций хотел сказать именно это Он хотел сказать, что зная самого себя Или, так сказать, уважая самого себя Ты сможешь сделать все, совершенно все Исходя из своих знаний Спасибо Почему уважать самого себя Благородный человек Более всех должен Основным из качеств благородного человека является его личное уважение к самому себе Потому что без уважения к самому себе Не будет соответственно уважения к тебе Людей окружающих к тебе Если говорить протокольным языком То я бы отметил три основных качества Благородного человека Благородного человека, заставляющего людей Относиться к себе с уважением И дающего ему право уважать себя Во-первых, это его личное отношение к тому Как следует управлять людьми То есть человеческая масса и жень На создании всеобщих благ для государства И на общественных работах Во-вторых, своим гуманным и человеческим поведением Благородный человек должен являться истинным образцом для подражания И в-третьих, если цитировать известную конфуцианскую поговорку о том, что Тигр, идущий по тропинке, кажется хромающим А гриф, сидящий на ветке, кажется дремлющим Хотя оба этих представителей животной среды Являются наиболее сильными и ловкими Так и благородный человек Обладающий такими основными качествами своего характера Как образованность, начитанность и мудрость Никогда не должен показывать это наружу Все время Прошу На мой взгляд, вопросы о благородстве, об уважении, об отношении между людьми Это вечные вопросы Каждый народ задумывался над ними Китайский народ, китайская цивилизация и конфуция Пытались вложить в этот вопрос, в ответ на него Своё отношение к жизни, к миру, частичку своей собственной души И на мой взгляд, если человек уважает прежде всего самого себя То он верит в победу добра, в конечную победу добра, в общечеловечность Этот человек может простить другому то, что бы никогда не простил себе Начиная прежде всего с самого себя Он сможет изменить себя Помочь в этой нетрудной, тяжёлой, нелёгкой борьбе другим людям Прийти к этому пути Как говорил лаоцы, как говорили другие великие китайские мудрецы Становясь добродетельным сам, он делает добродетельными других Спасибо Значит, мы полагаем, что все три ответа были очень интересные, глубокие Но, тем не менее, считаем, что вариант Зулины Киосовой был наиболее оригинальный и глубокий Поэтому мы присуждаем ей первое место На втором месте Вадим Буянов и на третьем месте Светлана Афонова Вас ожидает сюрприз Дело в том, что вы будете выбирать не дорожки, а темы Женщины Права И ритуалы Но, дорогие умники и умницы, умницы и умники Если вы проникнуты духом древнего Китая То вы сразу должны догадаться, какая из тем самая опасная То есть красная А какая самая надёжная Основательная Безопасная То есть зелёная Ну, а жёлтая где-то посередине Так, темы в порядке алфавита Женщины Права Ритуалы Что берём? Ритуалы Это зелёная Дважды можно ошибаться Пожалуйста Вы что выбираете? Женщины Это красная Ни разу нельзя, дорогой мой друг, ошибаться Ни разу Вот Справедливо всё-таки существует на белом свете Потому что у нас единственная иностранная гостья Пожаловала к нам на полуфинал Это сложное соревнование И мы ей представляем, на мой взгляд, самую предпочтительную дорожку Жёлтую Царскую Она ваша Тема права Ну и чтобы вполне проникнуться китайским духом Надо зайти в костюмерную И там надеть на себя Наряды древнего Китая Прошу Дорогие друзья, напоминаю тему Китайские штучки Или странный народ Эти китайцы На зелёной дорожке всегда ритуалы На жёлтой дорожке всегда право Ну и на красной дорожке самое опасное, что было в Китае Это, конечно, женщины Женщины Это самое опасное В древнем Китае точно Да и сейчас и в России иногда тоже Вы откуда у нас? Из Твери О, это интересно Допустим, что Нет, знаете, как вот так сделаем Вначале телезрителям скажем Как беседуют современные дипломаты, уважаемые телезрители Это мы хорошо знаем А вот как беседовали дипломаты эпохи Конфуция Вот вы из города Тверь, так? Да Вот вы из Твери, а я из Москвы Вот допустим, что вы из Тверского княжества А я из Московского княжества Ведь когда-то Твери, Москва, как вы знаете, они соперничали Были оттель Вот как вы должны называть Московское государство Беседуя со мной И как своё По правилам дипломатического этикета эпохи Конфуция Если не ошибаюсь, то Московское государство я должна называть Эпитеты меня интересуют Гостеприимный Ну, ну, а своё? А своё? Радушный То есть я гостеприимный, вы радушная Я действительно очень гостеприимный Я очень вас люблю, я очень вами горжусь В данном случае, к сожалению, временно Это неправильный ответ В соответствии с ритуалом вы переходите со штрафным небольшим крошечным очком В следующий этап На зелёной дорожке это возможно Прошу Кто из теоретиков был первым? Левый сектор Наташа Александрова Город Тамбов Наиуважаемой, распрекраснейшей, процветающем государстве вы живёте А я же ничтожный и низменный человек В моём самом ничтожном государстве происходят такие-таки дела Когда беседуешь с чужеземцем, называй его страну великим царством А свою собственную ничтожным царством Ну а если очень обидно, можно назвать захолустный край Дамы и господа, какая церемонность У вас орден Вы, милочка моя, сами выбрали древнекитайское право А честно говоря, оно было очень жестокое Поэтому и жестокий вопрос, и, наверное, очень жестокий ответ Если главу семьи уличали в государственной измене Какое следовало наказание? Думать будем? Ну, буду отвечать сразу Если главу семьи уличали в государственной измене То за это страдала вся его семья Дети, внуки, жена Ну, абсолютно И чаще всего, если, допустим, на... Дети, малые дети? Да, абсолютно все А если, допустим, это было очень страшное преступление Допустим, убийство своего отца То чаще всего могли и пострадать соседи, которые жили со всех четырех стран света Окружали этот дом И что с ними делали, с соседями? Убивали Это другой вопрос Я, кстати, не спрашивал вас об этом Но дело в том, что я не могу у вас, чтобы вы сразу перешли через этап Поэтому Правильный ответ на ваш вопрос Вы хотите сказать, что отрезали уши Выкалывали глаза Не надо, чтобы это телезрители слышали Все это очень жестоко Но действительно казнили всех его родственников Со стороны отца и со стороны матери Казни оканчивались только тогда Когда никто из ближайших родственников Не оставался в живых Какая жестокость? Без штрафного очка вы переходите в следующий этап Красная дорожка – самая опасная тема Я предупреждал, это женщины Один древний китайский чиновник, рискуя жизнью Вытащил из бурного потока свою своячницу Вы знаете, кто такая своячница? Родственник ближний Сестра жены Но это не вопрос Значит, один древний китайский чиновник Вытащил из бурной реки Свою утонущую Своячницу, сестру жены Коллеги этого чиновника Оживленно обсуждали его поступки О чем спорили? Смею предположить, что Согласно семейным законам Хотя своячница и была Родственником этого человека Но он все-таки не имел права Спасать ее, потому что А имел право он говорить более громким голосом Так, чтобы можно было расслышать? Имел И поэтому Он мог запятнать себя в глазах Семьи и вообще В глазах своей жены Непосредственно Уважаемый судья, Ваша честь Нужен ли дополнительный вопрос? Я полагаю, что не нужен Можно считать правильный ответ Я прав? Правильный ответ Можно ли считать его распутным человеком? Ведь он прикоснулся к чужой женщине Потому что прикасаться можно было только к своей жене Таков правильный ответ Господа Какое целомудрие Следующий этап На красной дорожке Однажды Конфуцию пришлось спасаться бегством От разгневанной толпы При этом исчез его ученик Янь Юань Учитель очень тревожился за своего ученика И когда через пять дней ученик нашелся Признался, что уже готов был Оплакивать молодого человека Что ответил Конфуцию Его ученик Янь Юань Подскажу его ответ Для всех поколений китайцев Считается образцом любви к учителю Вот узнаю Зулину Узнаю Зулину Она не обдумывает так Янь Юань ответил Пока мой учитель жив Каким образом я могу быть мертвым? Он ответил так Пока вы учитель живы Пока вы живы Как я могу быть? Разве посмею я Разве посмею я умереть? Разве посмею я умереть? Какая учтивость? Следующий этап без шрафного очка После смерти императора Цинь Ши Хуана Империей фактически управлял Первый министр Джао Гао Как он решал кадровый вопрос? Проверяя своих чиновников на верность Он мог подарить Ну представить Одному из своих чиновников Какого-либо животного Но допустим это был олень И спрашивал Как вам нравится тот конь Которого я вам подарил? Если допустим чиновник отвечал Что конь очень красив Что он великолепен То сановник понимал Что этот чиновник ему предан Дело в том Что он подарил оленя императору Императору Вот и утверждал Что это конь Ну а что он сделал теми чиновниками Которые с ним спорили И говорили Что какой же это олень То есть какой же это конь Это олень Это была жестокая империя Империя Цинь Шу Хуан Ди Империя его потомков Цинь уже умер Ну это была империя им созданная поэтому он казнил их указывая на оленя утверждать что это лошадь это выражение вошло в поговорку и стало синонимом открытой лжи подкрепленной властью и насилием вы второй раз ошиблись нет вы второй раз ошиблись да следующий этап все дамы и господа прошу внимание сюда потому что сейчас на красной дорожке решается судьба этого года дело в том что то барышня который стоит на желтой дорожке в желтом одеянии она уже выиграла то есть дорогая зулиночка в принципе зеленой дорожке можно уже уходить и вы не хотите нас покинуть то что да у вас будет больше возможности отвечать как теоретику идите разоблачайтесь от вас сейчас зависит кто выиграл от одного вопроса если вы правильно отвечаете на вопрос в финале если вы проигрываете то автоматически выигрывает вот это коварная иностранная гостья который так нам рассказывала про коварного гао джао когда женам и дочерям богатых людей в редких случаях приходилось выходить на улицу с двух сторон их поддерживали служанки зачем китайские женщины вообще достаточно редко выходили на улицу но когда вдруг нужда их заставляла эти женщины и девушки были из богатых семей то их с двух сторон поддерживали служанки зачем я очень рассчитываю мы специально вас нарядили для того чтобы эти китайские одеяния помогали вам ощутить дух древнего китая представить там не только мужчин но и женщин если хорошо увидите древних китайских женщин то вы сразу ответите на вопрос на мой взгляд он очень простой нет варианта ответа пожалуйста в костюмерную и вы занимаете место теоретика я попросила вас послушать зулину киосеву с удовольствием зулиночка мне очень жалко что мы с вами расстались на дорожках потому что вы лидер четверть финала но я надеюсь вы еще отыграетесь так женщина поддерживаю дабы она не упала дело в том что ее ноги были заментованы очень сильные и либо очень трудно ходить и она могла упасть почему бинтовать у богатых людей бинтовали у девушек и у женщин ноги эта традиция не только древнего китая но и современного китая бинтование ног зачем это атрибут красоты древнекитайской что происходило с ногами от бинтования ужас какой не деформировались так сказать в какую сторону деформировались или форму лотоса то есть вот кривую что ли до форму лотоса или уны и бедные женщины не могли даже ходить сами не могли ходить уважаемые телезрители вы представляете как дорого иногда обходится красота один орден у вас это несправедливо у вас два можно дать второй орден замечательно вы умница у меня к вам еще один вопрос без него вы не можете сесть в это кресло готовы отвечать да вы желаете в этом облачении сеть туда или переодеться прошу в костюмерную иностранные гости мариуполь украина выходит в финал но для меня вы не иностранные гости вы для меня будущая моя студентка прошу в финале и двумя ногами мгимо осталось еще протащить туда голову ну и три вопроса у меня остались для теоретиков искренне вам признаюсь мой самый любимый вопрос потому что более изящного вопроса вернее более изящного ответа я не знаю по древнему китайскому ритуалу дыню полагается подавать простолюдину целый низшему чиновнику разрезанный пополам старшему чиновнику разрезанный на 4 части а если вам предстоит поднести дыню самому правителю как ее подавать наташа александрова тонкостью шелка что значит тонкостью шелка я не понимаю телезрители некоторые тоже по моему кусочек должен имитировать шелк толщина шелка именно имитировать конечно как можно иметь имитировать дыней шелк который вообще не поддается никакой имитации очень тонко разрезать версия страшно интересная но у меня другая знаете еще есть версия что покрывали шелком и и а какая вам ближе версия наверно 2 вы находчивая каждый кусочек следует покрыть тонким шелком ну по моему вы умница замечательно совершенно третий орден даже две версии даже две версии нам предложили а он только один нет но какое изящество право когда казнили преступников если их приговаривали к смерти весной а если летом приговорили когда казнили юрий павлович зулина была первой прошу раздольной кивасе в городе а дело в том что чуть чуть помедленней а древние китайцы считали что коснить преступников нужно непременно непременно зимой потому что тогда небо проявляет большую суровость летом не в кое-что летом казнились только применяя легкие наказания легкие наказания то что по вашему ну может быть отрезание носа рука а очень легко уважаемые телезрители если учитывать что самым сильным наказанием было истребление смерти всего рода то конечно это легкое наказание вы согласны с этим ответом прошу не вполне я могу объяснить потому что весной возрождение жизни а осенью когда умирали растения и замирала жизнь то надо было казнить внимание правильный ответ казнили в обоих случаях осенью ибо в древнем китае считалось непозволительным лишать жизнь весной и летом в пору цветения всего живого обратите внимание уважаемые телеки какая забота о природе и действительно основные казни происходили осенью иногда совмещались с великими осенними праздниками рассудите нас вы знаете мы все-таки думаем что оба участника заслуживают по ордену дамы и господа перед нами декан факультета мбд а международного бизнеса делового администрирования это видимо очень богатый человек очень много серебра и вот он два серебряных ордена вручает и последний вопрос в каких случаях китайцы снимали шапку аня аня рыбалкин ростов-на-дону может быть перед императором это необычная ситуация левый сектор зулина зулина давайте еще четвертый орден заработаем так если не ошибаюсь то китаец обязан был снимать шапку если он признавал себя виновным перед человеком который стоял перед ним вы когда спать ложитесь что делаете спать ложился и снимал шапку никому ордену все вопросы закончились мне осталось только взять интервью и задать вам уважаемые телезрители вопрос по древнему китаю владимир николаевич а чем факультет мбд а международного бизнеса делового администрирования университетом его отличается от других факультетов позвольте полюбопытствовать если отвечать коротко то отличается во первых специальностью менеджмент и специализации управления внешне экономической деятельностью зачем тогда вам вот литература искусство древний китай философия но дело в том что управление хотя является самостоятельной наукой но тем не менее развивается в системе гуманитарных наук и испытывает влияние философии истории и культуры естественно и кстати говоря раз уж мы коснулись вы коснулись китая то китайская система управления которая вполне может считаться успешной испытала очень большое влияние древние китайские философии национальные древние китайские национальные китайские философии исторических традиций и культурного наследия но важно сколько я слышал исключительно платный факультет да конечно но каждый год одно место мы предоставляем на бесплатной основе то есть за это платит институт победителю программы умницы и умники кстати благодарим вас за то что благодаря вашей программе мы получили целый ряд очень хороших студентов уважаемые зрители на самом деле замечательный факультет правда достаточно дорогой для нашей передачи одно место там бесплатно так что дорогие умники и умницы которые сейчас сидите у телевизоров и особенно если вы десятиклассники и десятиклассницы если в будущем году вы захотите принять участие в передаче умники и умницы может быть поступить в гемо и может быть на мбд а ответьте пожалуйста вот еще на такой вопрос мы только что исследовали древние китайские штучки и странности а у нас у россиян какие странности чем они отличаются от древнекитайских спасибо большое до свидания здоровья вам и благоденствия всего доброго